На смену девизу первого этапа медреформы «Деньги ходят за пациентом» приходит термин «Программа медицинских гарантий от государства». Известно, что договоры на оказание медуслуг по программе медицинских гарантий подписали более полутора тысяч медучреждений в стране, в том числе 50 частных. Таким образом, практически все коммунальные больницы Украины присоединились ко второму этапу реформы. В большинстве регионов больницы получили проект договора на все 26 пакетов медицинской помощи. Лечение инфарктов, инсультов, роды и даже на психиатрию. Главный вопрос – в каком объеме будут эти пакеты профинансированы? У руководителей на местах возникли вопросы еще на первом этапе реформы. Что у нас в итоге получилось? Получилось громадное недофинансирование первичной ланки, которая выразилась в недофинансировании зарплаты врачей. Так мы говорили о том, что зарплата врачей и амбулатории должна быть более 14-15 тысяч. Реально она 9-10 на сегодняшний день. Медсестры, младший медицинский персонал получают минимальную заработную плату. 50% недоукомплектация кадрами в большинстве районов Одесской области. Сегодня у медработников вызывают опасения тарифы, которые утвердила Национальная служба здоровья. Они явно ниже фактической стоимости услуг. А если они ниже, то кто будет компенсировать эту разницу? Местные бюджеты к такой нагрузке не готовы. Свежий пример – Килийская многопрофильная больница, которой удалось подписать договор со службой по пяти видам оказания медпомощи. Но те суммы, которые заявлены как компенсация и как оплата государством оказанных медицинских услуг населению, они нас смущают. Потому что по целому ряду направлений, например, по родильному отделению, мы видим, что в сравнении с финансированием по старой схеме, когда там на койко-место выделялись деньги, мы можем получить примерно на полтора-два миллиона на родильное только отделение денег меньше, чем имели в прошлом году. Но, естественно, это неприемлемо категорически. С учетом пересмотра госбюджета по причине пандемии местные бюджеты недополучат колоссальные суммы на развитие громад, в том числе и на решение медицинских вопросов. Если говорить конкретно, допустим, об артистской больнице, то на второй квартал финансирование заложено около 3 миллионов 200 тысяч в месяц. Только на зарплату нашей больницы необходимо 2,6 миллиона в месяц. То есть это вот тот минимум. Говорить о повышении зарплаты врачам сейчас не приходится. А главному врачу необходимо будет думать, как дофинансировать покупку необходимых медикаментов и тех услуг, которые будут предоставлять больнице. Еще одно опасение как врачей, так и пациентов связано с возможной реорганизацией и последующим сокращением профильных медучреждений. В некоторых случаях такая реорганизация оправдана. Например, держать 9 месяцев на стационаре больного туберкулезом, если есть возможность вылечить человека быстрее, неразумно. Есть определенные расчеты, которые позволяют предполагать необходимый объем стационарной медицинской помощи на тот или иной вид медицинских услуг. По туберкулезу там тоже происходят изменения, меняются протоколы лечения, которые предполагают сокращение пребывания пациентов. В стационаре, если раньше это могли находиться полгода, 9 месяцев, то сегодня эти сроки уменьшаются. Эти все протоколы формируются на основании рекомендаций Международных Всемирных Организаций Здравоохранения и других организаций. Но по другим возможным больничным переформатированием еще остаются вопросы. Громады к таким потрясениям не готовы. Ближе к осени будет понятно, насколько оправдал себя новый этап медреформы. Если к этому времени перед украинской медициной не будет стоять других вопросов. Карантин все еще продолжается. Виталий Хем, Юлия Польнова, Константин Нечере, телеканал Репортер.